Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Есть что сказать». Я предлагаю вашему вниманию вторую часть беседы с Ольгой Николаевной Куликовской-Романовой, председателем благотворительного фонда её императорского высочества, великой княгини Ольги Александровны. Вдовой родного племянника государя Николая II Тихона Николаевича Куликовского-Романова. Здравствуйте! Ольга Николаевна, будьте добры, пожалуйста, мы продолжим нашу беседу, прерванную. Из-за недостатка времени мы говорили о вашем отношении к останкам, которые государство признало царскими, а церковь не признала. Вы разделяете позицию церкви, имеете на это основание не только как верное чадо русской православной церкви, но и как человек, который, что называется, в теме, который знает проблему изнутри. В своем первом заявлении, распространенном не так давно, вы заявили о согласии дать кровь Тихона Николаевича Куликовского-Романова, я напоминаю, родного племянника государя Николая II, для исследований, которые проводит церковная комиссия совместно с учеными. А вот второе заявление. Оказывается, предполагается вскрытие гробницы императора Александра Третьего, и вы протестуете. Вот об этом хотелось бы узнать. Так получилось, что написали, что будет вскрытие гробницы Александра Третьего. Я не вижу вообще, так сказать, надобность это делать. Опять-таки, зависит, кто это будет делать. Во-первых, так. Во-вторых, написано также было, что нет родственников императора Александра Третьего. Забыли, вероятно, про внука. И я, как его супруга, и как душеприказчик и наследница фактически всего того, что Тихона, после Тихона было, то я являюсь, хоть не хоть, родственницей. И меня никто не спросил. И я считаю, что без спроса, без согласия моего не должны вы были вскрывать. То есть должно быть все-таки какое-то уважение. А не просто брать и вскрывать чью угодно могилу. Так я думаю. И так это, в общем, международные права. И да, гласят так же. Удивительно, что сначала заявлялось, будут сравнивать останки, которые были эксгумированы в Петропавловской крепости, ранее в ней захоронены. Георгий Александрович? Нет-нет, вот те самые останки, которые считают царскими. Да, которые нас считали царскими, да. Их предполагалось сравнивать со смывами крови с мундира государя Александра II, который был в нем на момент смертельного ранения. Ну да, это логично, потому что раз есть мундир в музее, то значит можно употребить этот мундир для того, чтобы взять образцы крови и исследовать это, что я совершенно согласна. Но почему вскрывать, спросите, гробницу Александра III? Не знаю. Ну это бывает, когда, знаете, что-то пошло не так. И здесь мы опять видим признаки того, что есть силы, которые хотят найти истину в этом вопросе, а есть силы, у которых уже есть готовый ответ, и под этот готовый ответ будет подгоняться всё, что будет так или иначе найдено в процессе вот этих исследований, судя по всему. Ну да, вы понимаете, глядя назад многие, так сказать, года, скажем, вот 90-е годы, когда вышло первое, это было почему-то в итальянской журнале, в итальянском «Оджи», который называется, или сегодня, когда написали, что вот величайшая тайна будет открыта, что нашли останки, царские останки. Простите, пожалуйста, они только нашли их тогда. Как это так? Они поставили диагноз, не видя даже пациента, или как это? Понимаете, так что началось всё с того, что то, что мы искали, это были царские кости. Мы нашли эти царские кости, или там царской семьи, или членов царской семьи, и повезли их как таковые. И когда они везли их тогда в лабораторию, хотя бы в Адермастерн, это, то была фотография сделана, где фотография государыни и мешочек с костями, и так же самое стоял Павел Иванов, другой фотографии царя, тоже с мешочком костя, и было сказано, вот кости, царские кости мы везём, значит, на... Простите, это разве независимый анализ? Вопрос. Так что, понимаете, у них был именно интерес открыть самый великий секрет, который это. Но они, если не хотели так скрыть вообще, что это было, так и чужие, но теперь об этом говорят. Тут не ясно вообще. Ольга Николаевна, есть ли от учёных, которые высказывали особое мнение по поводу идентичности этих останков царским? Если бы таковые вообще имели шанс сохраниться, при том, как их уничтожали, с какой интенсивностью, какие методы для этого использовались, просто каждый человек может при желании капнуть себе серной кислоты на кожу и посмотреть, что будет происходить. А там было 11 пудов серной кислоты на 11 тел, а предварительно ещё костры, и в общем это страшно описывать. Нет, я даже помню сейчас беседу с профессором Мейплз, которого они притягивали и привозили даже сюда, в Екатеринбург, чтобы показать эти кости. Профессор Мейплз был во Флориде тоже генетиком. Я с ним встречалась, я с ним разговаривала, я в Флориду часто ездила, мы встречались там. И вот он был приглашён на это, понимаете? И когда он, там же был скелет сначала, который назначили, что это был государь, оказался женским скелетом. Вообще, понимаете, вся эта история была очень-очень странная. Да вот и сейчас, когда показывали, что вскрывали и так дальше, там было какое-то недоразумение. Не то зубы, не то что-то ещё было, не детские, а взрослые или старые. Короче, вообще, я вам скажу, для меня это очень странная история вся. Ольга Николаевна, и вот мы с вами заговорили про учёных. Есть ведь и учёные, которые сейчас тоже высказываются, они озвучивают свои сомнения. И было какое-то исследование, как я слышала, когда сравнивались частицы мощей Елизаветы Фёдоровны с тем скелетом, который приписывают государнию. Господин Пётр Калтыпин, который сейчас представляет зарубежную комиссию, которая занимается этим делом уже несколько десятилетий. И там был и Магировский, там был и другой Шербатов, граф Шербатов. Так что мы переписываемся с Калтыпиным. И они сделали анализ крови. По-моему, граф Арабий передал им частицу мощей святой Елизаветы Фёдоровны. И когда сделали анализ в двух лабораториях Соединённых Штатов, то с Александрой Фёдоровной, царицей, не совпало. То есть с тем, что они имеют здесь, как останки Елизаветы Александра Фёдоровны. Так что не совпало. Я уже не знаю, куда идти дальше. Ну, во всяком случае, в той ситуации, которая разворачивается в этом году, это утешает несколько фактов. Во-первых, отец Всеволод Чаплин в своих интервью подробно описал, это было не так давно, как работает церковная комиссия. Она работает, конечно, героически. То есть если проводится эксгумация, то её представители стоят сколько потребуется часов, столько и стоят возле всех, простите меня за это слово, материалов, которые извлекаются. И смотрят за, скажем так, чистотой эксперимента. И могут свидетельствовать об этом. То есть не попить чаю, не отойти, никуда невозможно. То есть постоянное присутствие. Но, кроме того, насколько я поняла, опять же, из интервью отца Всеволода, не раскрываются фамилии членов церковной комиссии именно для того, чтобы на них невозможно было оказывать давление. Понятно, что держать это тайное очень долго будет невозможно. А кто же будет делать давление? Те, которые делают давление, они-то знают, кого они приглашали? Ну, вот, речь идёт о том, что это должна быть независимая комиссия, чего, собственно, хотелось все эти годы. И вот она, слава Богу, есть. И кроме того, тот факт, что было всё-таки отменено запланированное заранее, за годи, на 18 октября захоронение. А почему так торопиться, собственно говоря? Почему именно нужно было 18 октября это сделать? Ну, день теза именинства цесаревича Алексея. Всё было очень символично. Но мне только непонятно, как можно к назначенной дате провести научные экспертизы, понимая, что в таком вопросе, который настолько обсуждаемый, настолько требует... Что же они думают, что церковная комиссия сделает за три дня результат, проверит и скажет «да»? Ну, во всяком случае, вот слава Богу... Насколько мне кажется, что если церковная комиссия начнёт решать что-то, то они будут решать по-своему, как они считают нужным, так? Так что это уже нужно будет положиться на их... Это самое есть запастись терпением. Во всяком случае, слава Богу, это действительно так. И вот заявление, которое было распространено синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви, оно, отразив все аспекты проблемы, заканчивается следующим абзацем, очень утешительным. Что при любом исходе экспертиз, всё-таки признание или не признание подлинности останков царскими, а, соответственно, святыми мощами остаётся на усмотрение Священного Синода? Ну, безусловно, они же решают, у них комиссия, которая, так сказать, решает, кто святой, кто не святой. Так же же было и когда проставление царственных мучеников было. Они это исследовали довольно долго. И тоже не все были согласны, опять-таки, но в конце концов пришли к решению, что да, оно так. Так что они решают. Ольга Николаевна, у нас получился для меня очень интересный, я боюсь, что не очень понятный для тех, кто не вникал в суть вопроса разговор, а для тех, кто интересуется этим и живёт этим, я думаю, что мы сказали что-то полезное, просто потому что мы обе ещё и волнуемся, такая тема. Я прошу вас резюмировать вашу позицию в конце программы по отношению к останкам и по отношению к тому, что сейчас происходит. Ну, в общем, я вам скажу, что, конечно, резюмировать это должна будет церковь, безусловно. Но я сделаю всё от себя, что нужно, чтобы предоставить материал для решений и для анализов, чтобы облегчить церкви тоже проблемы всякие. Я и связываюсь с ними, и, так сказать, они имеют мой телефон, они меня знают, могут обратиться в любое время. Я предложила, даже официально предложила кровь Тихо Николаевича. Я говорю, что у меня даже есть, и интересно, что у меня есть некоторые вещи Александра Третьего, у меня есть брелок маленький, который носила императрица Мария Фёдоровна. Он сделан из стали, чёрная сталь, и, значит, из монограммы Александра Третьего. С одной стороны, год, день и час смерти его. Так что это она носила у себя. Оно у меня есть, этот брелок. И также у меня есть нагрудный крест Александра Третьего, который, там даже немножко есть частица крови. Не знаю, по какому случаю, но в самом случае есть это. То, что есть, есть, я могу предоставить с удовольствием, и дать, и сделать. Кроме того, я, так сказать, предоставила та же самая кровь японскому учёному, который был профессор университета и потом открыл свою лабораторию, такой господин Татсуонагай. У него есть, я могу его пригласить. И просто надо будет ещё связаться с другими генетиками, которым патриарх и церковная комиссия будут доверять. Я могу сделать список, кому я доверяю, а они уже будут проверять и решать. И, наверное, не только генетики, а и историки будут в числе тех учёных, которые должны участвовать в экспертизе. Безусловно, я считаю, что вы, понимаете, тут нужно не забывать, когда-то он сейчас покойный, господин, я не помню отчество Юра Буранов, он именно был учёный, и он исследовал, детально исследовал записку, так называемую записку Юровского, и он говорил, что там очень много фальсификата. Но, во всяком случае, я считаю, что это нужно принять во внимание и исследовать это тоже. Ну и потом есть ещё и другие люди, которые и академики здесь, Алексей Алексеев, которые здесь именно на Урале работают и так дальше. Так что есть возможности, но это всё тоже время берёт, так? Нужно обратиться, нужно посмотреть, исследовать нужно. Это нельзя решить так, вот, знаете, с сегодня на завтра. Так что будем ждать, будем молиться. Спасибо, Ольга Николаевна, спасибо. Уважаемые зрители, у нас в гостях была Ольга Николаевна Куликовская-Романова, вдова родного племянника государя Николая II Тихона Николаевича Куликовского-Романова, председатель благотворительного фонда, её императорского высочества, великой княгине Ольги Александровны. Мы благодарим вас за внимание. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.